Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы рождественским постом решили провести цикл передач, посвященный чтению Священного Писания. Так сказать, отказавшись от пищи телесной, решили предложить пищу духовную, пищу для души, сердца и ума. И вот сегодня в нашей студии гость, настоятель храма Святой Блаженной Матроны Московской, отец Дианисий Левин. И мы с ним сегодня будем читать евангельский отрывок, который Церковь предлагает за Божественной Литургией. Здравствуйте, Батюшка! Здравствуйте, отец Дианисий! Для начала мы прочтем его. Он достаточно короткий. Сегодня читается Евангелие от Луки, 19 глава, 45 по 48 стихи. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, дом мой есть, дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его». Вот такой коротенький отрывок, но при этом в нем очень много вопросов, отец Дианисий, как вы понимаете. И вопрос здесь не только о христианской этике, то есть о христианском отношении к деньгам, к богатству, к продаже чего бы то ни было. Здесь вопрос гораздо серьезней и глубже. И в первую очередь, наверное, какой вопрос бы мне хотелось сегодня с вами обсудить, это вопрос того, что этот отрывок на самом деле очень сильно резонирует со всем евангельским повествованием. Везде, где Христос предстает таким достаточно добрым, лояльным, выступающим за прощение, за любовь, постоянно красной нитью проходит мысль о том, что возлюбить нужно ближнего, что не должно быть никаких внутренних перегородок между нами, что никаких преград в общении, в отношении мы не должны выстраивать. И что к ближнему нужно действительно относиться как к самому себе. И вдруг тут Христос выступает, ну, в общем, жестко, гневно. В другом евангельском отрывке, посвященном именно этому событию, мы читаем, что он сделал бич, что он перевернул столы, что он выгнал продающих из храма. То есть это было небесстрастно сделано. То есть здесь вопрос о том, что Христос может быть еще и гневным. И вот тут, наверное, нам надо разрешить вот это первое противоречие. Что такое гнев Божий, вот, как явление, наверное. Вот. И почему вдруг, если во всех остальных ситуациях Христос достаточно терпелив и многомилостив, да, по слову Псалма, вот, то вот здесь он выступает так резко, так бескомпромиссно и так гневливо. Ну, я бы, может быть, не совсем до конца согласился с тем, что Христос во всех остальных моментах выступает милостивно, и что этот отрывок сильно резонирует с образом Христа в Евангелии. Например, когда мне еще довелось учиться, мы разбирали, я просто очень хорошо запомнил этот момент, мы разбирали отрывок, где Христос говорит, возьмите игомы на себе и научитесь от меня и так далее. И когда мы это обсуждали с преподавателем, он говорит, посмотрите, насколько этот отрывок резонирует с тем, что Христос говорит о себе в таких вот именно добрых, ласковых и милостивных тонах. Ведь, говорит, в других местах Священного Писания он предстает зачастую достаточно грозным. То есть вот этот отрывок для меня не резонирует в целом со Священным Писанием, Христос и в других местах предстает достаточно строгим и обличителем. И если это не видно в делах, то на словах это достаточно часто. Мы помним и про города, которые будут хуже, чем Содом и Игоморье, и другие места Священного Писания, где Христос говорит достаточно резко, обличительно и строго. Но вот то, что он берет в руки бич, то, что он начинает переворачивать столы продающих, вот это действительно такой маленький нонсенс. И если человек читает Евангелие первый раз, то вот именно этот момент, наверное, действительно очень сильно заставит его задуматься о том, какой же Христос он на самом деле. И здесь, мне кажется, нужно говорить все-таки о том, что Христос, во-первых, на земле все делает не просто так. То есть Христос абсолютно все, что он говорит и все, что он делает, делает для чего-то и для кого-то. Вот. И поэтому вот этот вот момент, он, видимо, был очень важен, в первую очередь, я думаю, что для апостолов, которые следовали за ним и видели и учились тому, что он делал. И, видимо, он был важен и для тех людей, которые находились в тот момент в храме, их было много, потому что на период предпразднствования, так сказать, и самих празднствах в храме Соломоново собиралось достаточно большое количество людей. Да, тут нужно для наших телезрителей пояснить, что вся эта ситуация происходит, ну, фактически в предпразднстве Пасхи Иудейской. То есть когда все считающие себя правоверными иудеями стремились прийти в Иерусалимский храм, принести свои жертвы, и народу было действительно очень много, и в эти дни, в общем-то, первосвященники и священники ходили там по щиколотку в крови жертвенных животных, потому что резалось животных очень много. И вот я думаю, что этот момент, он обличает, как и многое в проповеди Христа, вот то отхождение от настоящего закона, который был дан еврейскому народу, о жертве, о жертвенности Богу, потому что во всем этом не было стяжательства, во всем этом не было... Не должно было быть стяжательства. Батюшка сказал, что не будем сначала стяжательства, но так и так это все упирается в это, потому что, ну, вот фарисеи в этом погрязли достаточно сильно, и Христос это обличал, ну, чуть ли не впервые. То есть та жертва, которая приносилась, вообще возникает вопрос, она Богу ли уже приносилась, потому что, ну, может быть, проверенные иудеи действительно с верой и искренностью приходя приносили свои жертвы Богу, но фарисеи вот так все это обставив, превращали это, ну, действительно в какой-то рынок и торгашество, и Христа, и как Бога, и как человека это возмутило. Потому что мы же понимаем, что во Христе две воли, и божественная, и человеческая. И вот, видимо, возмущение вот этой вот воли и божественной, и человеческой, оно привело к такому вот достаточно экспрессивному выплеску. Ну, и тоже для наших телезрителей хотелось бы нарисовать достаточно живую картинку того, вообще, что из себя представлял храм именно в тот момент, когда в него входит Христос. Во-первых, храм, это было не в самом храме, это было во дворе, да, в котором стояли менялы. Дело в том, что в храме не должно быть ничего нечистого, да, то есть у иудеев очень четко разработано учение о ритуально чистом, ритуально нечистом. Батюшка, простите, я единственное, что тоже для телезрителей поясню, что двор в понимании ветхозаветного храма и новозаветного, то есть современного, это совершенно разные вещи. Если сейчас храм может стоять даже не огороженный там в сквере или в парке, или иметь очень обширную территорию, где будут и туалеты, и там воскресные школы, и что-то еще, то в ветхозаветном понимании двор это уже часть храма, то есть это не непосредственно строение, но это та огороженная территория, которая является частью храма, и где уже, в принципе, находятся молящиеся, и это тоже такое священное место. Сакральное, да, сакральное пространство, да. И вот в это пространство запрещено было вносить все, что считалось нечистым. Нечистым считались даже деньги языческие, поэтому там стояли столы так называемых менял, которые меняли римские нечистые деньги на чистые еврейские шекели, вот. Причем здесь тоже очень важный момент, вроде бы, как бы, ну и что такого, да, ну так разработано вероучение, но менялы меняли в откровенно грабительском курсе, то есть там один к пяти человек, приходящий поменять деньги там, в общем-то, оставлял немалую сумму, вот, то есть менялы наживались откровенно на вот, на этом сакральном, на этом священном. Кроме всего прочего, животные, которые приносились в жертву, они тоже должны были быть чистыми, то есть на них не должно было быть никакого изъяна и так далее, и поэтому, если, например, человек привозил с собой какую-то свою коровку или свою козу или своего барана, вот, он мог, эта жертва могла быть забракована теми же людьми, которые занимались продажей жертвенных животных. Понятное дело, что люди здесь наживались, отбирали нормальное животное, сейчас бы мы это сказали на сленге, впаривали животное свое, здесь люди, понятное дело, наживались и те, кто торговали этими животными, кто этих животных растил, выращивал и так далее. Одним словом, храм стал местом спекуляции и такого меркантильного подхода. Вот оно, отхождение от закона, то есть законом Моисеевым это не было предусмотрено, речь шла совершенно не об этом. Речь шла о, ведь даже в законе еврейском есть пометки, что аще не может он, ну, если не может он принести, значит, там такое-то животное, то там два голубя, если не может двух голубей принести, то там мелкие монеты идут. То есть смысл жертвоприношения в еврейском законе, он имел совершенно другую составляющую, другое значение, да, и то, как это было искажено, вот, мне кажется, это в первую очередь возмутило Христа, так как, в принципе, и многое, что он видел, придя на землю. Ну и тут естественный вопрос может встать, и его очень часто задают, цитируя именно этот отрывок, от чего же в православных храмах творится то же самое. Ну, это вот... И опять же таки, вот мы уже обрисовали ситуацию, как уже даже вот на этом уровне понятно, что не то же самое происходит в православных храмах, но все-таки почему в православных храмах наличествует торговля, это вопрос острый, и он очень часто многих людей отпугивает от церкви, мешает им войти. Я думаю так, что это вопрос острый, на самом деле, только для тех, кто не вникает в суть дела, кто не пытается понять, а как на самом деле все это устроено. То есть буквально на прошлой и позапрошлой неделе мой педагог в детском центре, тренер по КУДО, задает мне вопрос, Отец Дионисий, а почему у вас в храме продажа организована? Я говорю, Андрей Николаевич, ну, у меня просто нет другого места, к сожалению, я думал об этом. Он говорит, я тоже думал-думал, давайте, говорит, сломаем мою раздевалку, в которой мальчишки переодеваются, и сделаем там лавку. Она вынесена немножко за территорию храма, то есть она находится в другом помещении. Вот давайте, говорит, сломаем эту раздевалку и сделаем там помещение вот для продажи. Ну, соответственно, где будут переодеваться люди? Вот, и это вот как бы немножко в тему. То есть в первую очередь элементарно зачастую нет места. Зачастую просто нет места, где организовать продажи там тех же свечей, написание записок требных и так далее. То есть далеко не каждый храм может позволить себе финансово отдельно стоящую лавку. И, что самое важное, далеко не каждому храму позволит такую отдельно стоящую лавку. То есть, я еще раз повторюсь, бывают храмы, на которых нет своей территории. То есть даже если взять мой храм, он стоит на территории сквера, никто мне не даст строить там рядом еще одно какое-нибудь капитальное сооружение, отапливаемое, чтобы там зимой, чтобы это вот не два квадратных метра, чтобы это можно было развернуться. Но это и дорого, и очень сложно с точки зрения вот именно государственного подхода. Поэтому те храмы... А с этической точки зрения, вот торговля в новозаветном храме, в наших с вами храмах, и торговля вот в том храме, это одно и то же? Нет, это однозначно не одно и то же, потому что, во-первых, у нас совершается бескровная жертва, и у нас нет ни животных, ни заклания жертвенных, агнцев и так далее. Вот это во-первых. Во-вторых, все то, что происходит в нашем храме, все-таки... Мы, конечно, употребляем этот термин продажа, но мы его употребляем для понимающих. То есть просто потому, что это слово, ну, может быть, удобнее и проще. На самом деле, конечно, в православном храме сегодня речь идет о добровольном пожертвовании. Другое дело, и вот тоже на этот вопрос очень грамотно, на мой взгляд, отвечал один преподаватель в духовном семинаре в нашей, еще когда я был школьником, он пришел к нам в класс по нашей просьбе и разговаривал с ребятами, мы были старшеклассниками. Ему, конечно, задавали вопрос, а вот как там, значит, вот выстроено, что вот там это столько-то стоит, это столько-то стоит. Он говорит, понимаете, ребят, конечно, речь идет о добровольных пожертвованиях, но иногда людям, приходящим в храм, проще назвать сумму, потому что они сами теряются. И потом такой человек, там, выйдя из храма, начинает думать, а не мало ли я дал там, да? Мне сказали, сколько хочешь, а может быть, я мало. А другой выйдет и будет корить себя, ах, я много дал там, свечка-то, чего она там, этого не стоит. И вот иногда проще написать сумму какую-то, но, естественно, никто и никогда, там, не откажет человеку, например, там, он скажет в лавке, у меня нет денег, дайте мне свечку. Никто не скажет, иди вон, никто тебе свечи не даст, значит... Это с одной стороны, а с другой стороны, важно понять механизм молитвы в том храме и механизм молитвы в нашем храме. То есть, если мы возьмем вот изначально скинию, которую Господь благословил, из которой потом вырос Иерусалимский храм, то там интересное организовано пространство. То есть, вот в этом самом дворе храмовом... Жертвенник стоял всесожжение, да, на котором, собственно, жертва приносилась. А во внутреннем дворе, во святая, стоял жертвенник кадильный. И там интересно такое указание, что во внешнем дворе храма происходила, собственно говоря, молитва, вот это приношение жертвы, но человек не видел Бога, а заходил во святая. И там уже это не жертв... Жертвенник кадильный, это не жертва в нашем и в том понимании слова. То есть, там никаких жертв не приносились, там воскурялись фимиам, ладан и так далее. Но в этот момент, то есть, он стоял, как бы, вроде бы безмолвно, но мог видеть Бога как раз на крышке ковчега. То есть, он являлся, происходило явление. В нашем случае, то есть, молитва, как вы правильно сказали, бескровная, молитва без жертвоприношения в исконно-ветхозаветном понимании может происходить внутри сердца человека. То есть, человеку для того, чтобы помолиться иногда, ну, нет у тебя денег на свечу, и тебя никто не вынуждает ее покупать. Да. Так, как, например, проходило в Ветхом Завете. То есть, ты заходил, ты был обязан хоть какую-то жертву, но принести. Но принести, да. Да, здесь, конечно, да, батюшка, абсолютно верно. Я об этом тоже хотел сказать, что сейчас никто не заставляет человека приносить жертву, ни в кружку класть, ни свечу покупать. Другое дело, что я еще раз подчеркну, вот, может быть, да, как батюшка рекомендовал для телезрителей, что ни в одном храме никто не откажет человеку и не отдаст ему свечу бесплатно. Если он имеет в этом нужду, и если для него это не просто, ну, такое вот желание испытать служащих храма, а если он действительно, ну, может быть, не взял денег или нет у него, да, настолько вот необеспеченно, он хотел бы принести эту жертву Богу, никто никогда ему не откажет. Точно так же, как не откажут в таинствах. Точно так же, как никто не откажет покрестить или причастить человека или отпеть, если у родственников или у самого человека не будет возможности что-то за это пожертвовать. То есть у нас абсолютно другая структура сейчас, и именно поэтому это все говорит, все, именно поэтому речь идет именно о добровольных пожертвованиях, а не об обязательных, как было в Ветхом Завете. Ну, и однако следует сказать, что Христос во все времена послова апостола Павла один и тот же, да, и когда мы слишком придаем значение вот лавке храма, да, в том смысле, что приходим в храм, все закупили, затарились и там и так далее, а помолиться забыли, причаститься забыли, поучаствовать в жизни общины и вообще не являемся членами конкретной общины семьи христианской. В этот момент, в общем-то, Христос от нас отстоит так же далеко, вернее, мы от Него отстоим так же далеко, как отстояли книжники и фарисей. Вот еще одна тема, которая, мне кажется, в этом евангельском отрывке звучит таким метрономом, и она читается между строк. Это тема неисполненного предназначения. То есть Христос неоднократно об этом заявляет, об этом говорит. В частности, мы с вами помним другой случай гнева Христа, да, когда он проклинает смоковницу, и под смоковницей, безусловно, понимается человек, не приносящий плоды, и даже не просто человек, а во времена Христа это конкретно евреи, богоизбранный народ, на который была особая ставка у Бога, от которого, да, Господь многого ожидал, и в качестве неисполненного предназначения он видит бесплодность того, что они делают, того, что они выполняют этот закон. И у храма тоже вдруг, в какой-то момент, свое предназначение исчезает. То есть, вот в этом моменте, когда Христос открывает загоны и выгоняет этих жертвенных животных, когда он переворачивает эти столы, по сути дела, это такая манифестация, как сказать, манифестация того, что в храме уже именно в таком виде нужды больше нет. Ну и, собственно говоря, то, что мы сейчас знаем, происходит с иудеями, да, у них храма нет, у них есть синагоги, это совершенно другого уровня места собрания, то есть там они читают, толкуют священное писание, а место, где бы они приносили жертвы, где бы являлся им Бог, где бы им являлся Бог, такого места у евреев нет. И вот тут вот, может быть, у нас остается совсем немного времени до конца эфира, скажем, в принципе, о предназначении христиан, то есть чего теперь ждет Христос от нас, как от верующих 21 века, чего он ждет от наших храмов, чтобы они стали местом чего? Ну, я думаю, что Христос ждет сейчас от нас того, что ждало от апостолов в проповеди, особенно это актуально сегодня в новое время, когда огромный пласт католической церкви находится на грани, на грани фола, когда огромное количество людей в постсоветском пространстве и в этой проповеди категорически нуждаются. Поэтому, если говорить именно про христиан с сегодняшних 21 века, я думаю, что Христос ждет от нас проповеди. И в этом плане, наверное, и храм должен стать и местом молитвы, и местом проповеди, причем наглядный. Про, чтобы не случилось вот этого неисполненного. Потому что мы, конечно, объяснили, как все в храмах устроено, но ведь не без греха. То есть есть, и мне об этом говорили даже, что есть храмы, где там продажа не останавливается даже во время там херувимской песни, евхаристического канона, где постоянно бряцают монеты, где продающие, покупающие разговаривают в голос. То есть проблема присутствует. И вот может быть решение этих проблем именно вот в исполнении того, что ждет от нас Христос в проповеди, чтобы храм стал местом проповеди не только слова, но и дела. Чтобы, заходя в храм, человек сердцем и нутром ощущал здесь присутствие Христа в поведении служащих, в поведении постоянных прихожан, в поведении духовенства, в поведении тех, кто поет на клиросе, чтобы это было место, откуда бы Христу не захотелось нас выгнать. Мне кажется, это очень важно. Потому что если мы будем все спустя рукава сводить к вот этой ветхозаветной ситуации, то не исключена вероятность, что когда-нибудь Христос поступит с нами так, как поступил с ветхозаветными служителями храма. То есть вот мне кажется, что Христос от нас ждет вот этой проповеди и делом, и словом, и в храмах, и за его пределами. Спасибо, Отец Дионисий. На сегодня наша передача окончена. И благословляю вас и напутствую вас, дорогие братья и сестры. Мне бы хотелось вот еще раз сакцентировать то, что сегодня было сказано, и обратить ваше внимание именно на это, что Евангелие, которое вот мы сегодня с вами разбирали, по сути дела оно не о продаже. Или, вернее, так скажем, оно о философии продажности, о философии торгашества, которое может и очень часто наличествует не только в священниках и регистраторах, которые работают в храме. Мы сами зачастую, люди, которые заходят в храм, превращаем его в бюро добрых услуг, мы его сами превращаем в магазин особых духовных каких-то побрякушек. При этом, при всем, что это иногда действительно святыня, но отношение как к святыне у людей не сформировано. И часто откровенно языческое отношение людей к святыне мы наблюдаем и видим. Поэтому, как говорил Серафим Саровский, если ты хочешь изменить мир вокруг себя, если тебе что-то не нравится в современном храме, то стяжи в первую очередь ты сам, Дух мирен, и уже тысячи вокруг тебя спасутся. Христиане, молящиеся в храме, эта фраза относится в том числе и к вам. Храни вас всех Господь. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok